всем привет дорогие друзья меня зовут дмитрий и мы с тобой продолжаем играть в терминатор резистанс наверно вот сервис заканчиваем пришли мы в убежище назад ребята к из бэйрон а вот и наш герой до сержант вы меня вы не с нами на вылазку нет я не с вами на вылазку начи пароль не проверяйте вдруг я лазутчик так он квир этот против время это кто тут дон дам кстати насчет интенданта все используются дам ну ладно пойдемте пойдемте ребят привет мать когда ситуация становится настолько дерьмо что кажется что хуже быть уже не может на тебя что на этот раз из-за этого гребанного лазучка из-за этой гребанной машины времени конор хочет как можно скорее закончить эту войну а мы готовы да ни хрена наш единственный шанс отковать всеми силами элвис сумел взломать спутник и определить на снахождение центрального вида скайда оказывается что это все время она был у нас под носом в подвале старой обсерватории гриффита так что выступаем да ты выступаешь конно приказал мне оставаться в штабе и координировать атаку его северный дивизион постарается заблокировать скайнет чтобы тот не прислали кольких сюрпризов чтобы генератор в общем не сломали и это все похоже на то совету ударить свои дела подготовиться не спеши у тебя есть несколько часов в начало операции свободен а тип намек на то что это финальная битва какая-то приготовиться к сражению но я в принципе готов но эти скрытность и вкачаем немножко скрытности ребят нам не помешает немножко нам не помешает скрытности патрик элвин кстати патрик появился пойдемте пообщаемся а джессика то где я там так нам куда джейкоб то вы идете в наступление идем но а ты ты кто а ты куда а я теперь зачислен в команду добытчиков продуктом берн приказал нам всем укрыться в убежище если встретишь дженнифер передашь ей это хорошо где она последний раз я видел ее на верхних ярусах против времени найти дженнифер на верхних ярусах это где с алвином что-то можно пообщаться но я чё-то не хочу а где она смысл на верхних ярусах он против времени здесь нет ты чтобы включить фонарик спасибо игра а то я думал на какую кнопку фонарик так подождите где дженнифер дает меня найти это каким-то люком ползу не вышел что не вышел окно вот ты где привет вам уходить надо шикарный вид как ты меня нашел патрик сказал что это может быть где-то здесь это мое местечко для раздумий он волнуется нет выглядит счастливым как он появился себя на как он повлиял что поначалу обрадовался тому что оказался снаружи слишком обрадовался его заметили дроны но я по справилась смогла его защитить беды не произошло надеюсь теперь он понял насколько опасен бывает даже бывает жизнь добычка у вас вижу получилась отличная команда ага теперь я тоже так считаю и это на навело меня на мысли мысли об уходе у тебя не укрыть никаких секретов да именно об уходе вместе с патриком да надо вам уходить нас предупредили тебе стоит остаться да уходите думаю вам следует уйти что ты серьезно мне это казалось ты последний у кого стоит искать поддержки для такого решения раньше ты говорил совсем другое что изменилось все изменилось тут уже не безопасно а потом вам надо уходить а потому вам надо уходить джейкоб у меня просто нет слов знаешь твое мнение я ценю больше всего и если честно ты единственный ради кого я продолжаю здесь торчать мне кажется здесь жопаем всем просто будет не зря нас предупредили как бы значит решено мы уходим ты всегда заботился обо мне я это очень ценю знаю вам скоро в бой но я должна тебе сказать одну вещь как бы дальше не сложилась наша судьба надеюсь мы сумеем отыскать друг друга спасибо тебе за что ты всегда был рядом мне невероятно повезло с тобой а мне повезло с тобой просто да мне повезло с тобой давайте а что это любовь там какая-то была нарисована а мне повезло с тобой я надеялся что ты это скажешь романтичные сцены ребят давайте быстрее нам надо мир спасать вот прям знаете вот все вот прям по канону фильмов голливудских это придется блюрить ребят это придется вырезать да ребята и почпокались короче знаешь что я буду здесь еще немного передай патрику что он не чтобы он не волос я скоро спущусь да они короче это да да я еще немножко побуду понятно так 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 а патрику то мы пойдем докладывать нет я думаю не обязательно готова выдвигаться подождите нет пока еще нет подождите а может задание против времени а мы можем патрику доложить мы там моего сестру ну как бы это не родная его сестра но все-таки сестра как бы мы ее там это она там отдыхает вот мы можем ему как бы доложить патрику да давайте пойдем доложим типа это она отдыхает прочь она устала выспится перейдет я я нашел с ней все порядок скоро она вернется не волнуйся спасибо джейкоб а еще ее трахнул ладно не суть все теперь пойдемте давай поехали да теперь я готов так ну что мы готовы поехали готов я хорошо за дело поехали против времени ну против времени так против времени ох щас этот 30 лет назад машины решили стереть с лица земли и все человечество так как посчитали что мы представляем угрозу их существованию сегодня мы воплотим их худшие страхи в реальность сержант реверс джон коннор лично поручил вам возглавить командование группой альфа вы отвечаете за проведение атаки в месте расположения центрального ядра скайнет мы организуем отвлекающий маневр чтобы выманить всех воздушных охотников патрулирующих район это даст вам небольшую передышку чтобы разобраться с наземными подразделениями скайнет и помните наша главная задача уничтожить центральное ядро скайнет любой ценой и да сопутствует вам всем удачи разойтись нормально нас всю ответственность повесили обсерватория мы направляемся старую обсерваторию гриффита чтобы атаковать центральное ядро главный реактор скайнет вот и все чтобы остановить скайнет нужно разрушить центральное ядро всего-то фигня такая против времени группа альфа говорит группа браво скайнет заложил наживку удачи народ все внимание наш черед выдвигаемся ой блять чуть не сдох ой все пошла группа обсерватория в двух минутах как только подойдем это как пройдем это загрожение скайнет сразу что-то там поймет там или не поймет субтитры иногда очень быстро и очень странные я дам так я взламываю я мастер взлома поехали а все не надо поехали внимание не расслабляемся бобоклав обезврежем а тут ведь сейчас эти херы да пойдут мамин кстати а у нас что кстати выпарает а у нас базука есть да базука диджей базука был такой кто помнит тот помнит кто не помнит тот не помнит был такой диджей базука а может он есть я не знаю у нас кстати отряд неплохой бежит 7 человек наверно а мазуку бережем до момента хорошее представляете человек если играл в эту игру все время стелс а тут такая жопа началась так подожди плазменная винтовка а чем они отличаются 120 урона ну это говно кстати но это не интересное говно так эм ладно и ты зачем взорвал ты его а был подождать их подпустить поближе ничего не вижу блин ну ладно сейчас добьем добили нормально не зря мне отличная стрельба не зря меня назначили главным ребят я все сделал я все сделал профессионально о просто в поясу пошли и таргет он гостей говорит еще я стреляю есть свои винтовки родной стреляет кстати о чем там за навык прокачали я уже забыл мы мы прокачали оружие которое увеличит уровень на 50% при использовании плазменного оружия да и мы прокачали с тобой выживание стойкость да восстановление здоровья снижение урона на 50 а да смотрите регенерация хп реально идет я в шоке ребят реально смотрите как быстро кстати очень быстрая регенерация идет вверх на холм охренеть быстрая регенерация идет почему а почему ее вначале нельзя было мне дать типа читер на было бы да слишком мне кажется было бы нормально я одобряю я одобряю было бы прикольно я поиграл а нам вообще долго еще идти то как бы мы тут идем идем что-то что-то идем идем как бы еще один лазучек нет он свой здарова мне кажется он тоже робот я уже заждался как ты узнал что мы будем тут пора бы тебе уже привыкнуть к тому что я знаю куда больше чем ты думаешь лучше приготовься к бою хорошо я готов а уничтожь вторую линию оборону скайнет принял принял заточиться так не знаю че есть сюрприз а не понял почему на него мой сюрприз не работает а че это на него не работает алё ну я и не буду тратить шлипун в сраку а и то а а и и и и и и и и А где у неё реально критический урон-то? Так, тут ещё и наши подходят. Ракеты, я понял. Нам предлагают ракетами хуячить. А, да, у неё же... Точно, его же надо нагнуть сначала. А потом только стрелять. Я вспомнил, да. Нагибайся. Нагибайся. Так, а на луну вывели из строя, да, получается? Нет, это не должно быть здесь. Матроны-то уходят как... Горячие пирожки. Блядь, чуваки вот любят бегать прям перед ебаленьком. Так, хорошо. Это тоже хуйню надо сбивать? Входнику тоже надо сбивать, что ли? Охренеть, они просто меня слепят светом, ребят, я не вижу. А, подвигать его надо. Летун упал, летун упал, хорошо. Так вот, да. Так вот, да. За мной. За мной. Фоллоу ми. Я спасу этот мир от этих странных роботов. Лазеров очень много. Так-так-так. А этот хрен где упал? А с него что-то будет? Вот такой себе. Могли бы лучше. Ладно, пойдемте. Пойдемте дальше спасать мир. Сейчас только потрошки возьмем. Аптечка, кстати говоря, не юзали. Пойдем. аптечку мы с тобой не юзали аптечка у нас сейчас регенерация хп хорошие центральное ядро внизу тут ты знаешь я уже был здесь раньше я его видел открывай матча при 850 нормально поточнее бы блять стрелять я пол надо впадают стрелять просто под ноги уйди говорю под ноги просто стрелять все все Центральное ядро, оно должно быть здесь. Они знали, что мы идем, они перенесли его, эта ловушка, это гребанная ловушка. Надо уходить отсюда, летят ракеты. Погоди. Че? Если наше появление спрацировало атаку, значит, это место все еще включено к меймфрейму у Скайнет. Ну, и если мы отследим, откуда идет сигнал, то узнаем, где на самом деле расположено центральное ядро. Как они пронюхали, что мы будем здесь? Когда Скайнет оказался на грани поражения в войне, он отправил в плоришу лазутчика, видимо, тот и предупредил о вашей татаке. А откуда ты все это знаешь-то? Да потому что я отправил вслед за лазутчиком, я отправился вслед. Да! Так, есть координаты, понеслись, понеслось. Скоро ты все поймешь, но сейчас нам надо уходить. То есть ты из будущего, а ты сам-то робот или человек? Кто ты? Мне кажется, это робот, ребят. Кто как думает? Я думаю, что это робот. Давай, 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 не отставай. То есть знаю, вы отстаете и умираете где-то. Давайте уже мертвые лежат. Клэп, жечь-то. Осторожно. Осторожно-то, осторожно. О, руки в текстурках. Капитан, центральное ядро, его тут нет, от ловушки, капитан. Это был амбуз. Камандер! Капитана уже нет, там уже уничтожили все. Ты не можешь здесь умереть, вставай. Все, помер. Значит, все-таки человек был. Бойрон, я получил координаты. Вы меня слышите? Где вас носят, черт побери? Они их действительно носят. Убивающий сопротивление, это была засада, отправил терминатора, отправил терминатора в прошлое, чтобы предупредить себя об атаке. Они переместили центральное ядро до того, как мы добрались туда. Благодаря незнакомцу мне удалось сбежать с настоящими координатами центрального ядра. Ресурсы для торговли 500. Но их тут всех убили, да? Где все? Да убиты они уже. Здесь враги-то есть? Ну, так как оружие не можем достать, значит, здесь врагов нету. А, нет, оружие можем достать. Какого черта? Четыре часа. Четыре часа. Прошло всего четыре часа долбанных часа с тех пор, как группа Альфы и Браву ушли. Нам остается только смотреть на рацию и ждать новостей. Я спрашиваю у разведчиков, что они говорят... Я спрашиваю у разведчиков, но они говорят, что все тихо. Остается только ждать, но ожидание меня убивает. Не помню, чтобы в убежище было так тихо. А теперь, когда я сказал, насколько здесь тихо, собаки стали выть так, будто им кто-то задницу откусил. Отлично. А это вот, да, нагнули торгаша-то, блядь. Торгаш-то. Я все заберу. Как у Сидоровича, короче. Нагнули его, раком поставили. Красавцы. Все, короче, померли, да? То есть, если бы мы не говорили всем уйти, ну, тем, кому нужно было. Все бы. Ребята погибли. У нас вроде все ушли. Баба ушла, эти двое ушли. Так, люк, а что-то в люк можно? Или что? А куда нам? Нихера себе нам куда? Вот, короче, жопа. То есть, вроде мы всех спасли. Этого мужика мы выгнали. Сказали, иди-ка нахуй отсюда. Ты не электрик. Электрокару не умеешь ремонтировать. Теслу не умеешь ремонтировать. Иди нахрен отсюда. Вот, и... И все, мы всех, в принципе, выгнали. Все, кто нам был дорог. Ну, хотя бы чуть-чуть, да, как бы, кто-то нам был. Вот, мы всех выгнали. Капитан. Реверс, как ты... Так ты живой, что произошло? Сюда врывался лазучек с кучей дружков. Они все... Они не оставили... Они не оставили нам ни единого шанса, и раз уж они не отключились, полагаю, центральное ядро мы тоже не грохнули. Нет, не грохнули. Там была засада. Они перевезли его еще до нашего прихода. Так что это за конец? Мы проиграли? Мы проиграли гребаную войну? Нет, 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 пока еще нет. В смысле? Я достал координаты центрального ядра. Серьезно, пора бы мне уже перестать сомневаться в тебе, Реверс. Надо связаться с Коннором, он еще может остановить Скайнет. Забей, я уже несколько часов пытаюсь его вызвать. Вот что надо. Найти его, найти и передать координаты. Сначала надо вытащить вас отсюда. Нет, нет, нет. На это нет времени. Оставь меня здесь. Не могу. Ты же не посмеешь ослушаться моего последнего приказа. Но я хотел с тобой переспать. Пока ты не ушел, должна признаться, есть причина, почему в нашу первую встречу я была с тобой не особо дружелюбна. Ну-ка, расскажи-ка. Помнишь тот список людей, которых Скайнет приготовил к ликвидации? Я сказал, что твое имя там под номером три. Я соврала. Ты идешь под номером два, сразу после Коннора. Ты забрал мое место, и я хоть убей, не могла понять, почему. Но теперь я поняла. Они приближаются. Уходи, сейчас же. В штабном комнате есть вентокрыл. Найди им Коннора и передай ему кандидата. А по мне не беспокойся. Если они сунут сюда, я постараюсь их заговорить. Да, ты уже заговоришь. Вентиляция есть, вентканал есть. У меня несколько магазинов полных убойных аргументов. Теперь беги, удачи, Джейкоб. Ну да, конечно. И нам надо... Конечно, нам надо, блядь, бежать и... А чё, ну и чё там последствия? Чё, там вент шахта суда, что ли, наверно, вверх? Это что? Миниган. Так как он нас слышит, блядь? У нас же скрытность прокачана, кстати говоря. У нас по... Скрытность... Давайте ещё скрытности вкачнём. Нас вообще никто не должен слышать. Он настолько тихий, что просто ужас. Давайте, знаете чё, давайте заспидраним, да? Ребята. Давайте повесим на себя... Так. Это отхил, ребят. Пока. Лашпеды. Это чтобы урон меньше наносить. Пошёл уже. Чтобы урона мне меньше наносили, да? Видите, мы практически неуязвимые. Чё происходит? Блядь, куда я бегу? Так, давайте мы ещё поставим его. Где он тут? Этот. Выносливость обезболивающая. Здорово. Пошёл нахуй. Здорово, пошёл нахуй. Вы думаете, я с вами со всеми буду, блядь, сражаться? Да пошли вы нахуй. Кто вы такие? Я себя не на помойке нашёл, чтобы с вами с бездарем сражаться. О, видите, поглощение урона, и как бы всё хорошо. Всё. И чё? Блядь, а почему стандартным путём-то нельзя было пройти? Поглощение урона, ребят, плюс... Это как его? О, это лежит. Долгин. Так, а как нам тут дальше? Нам дальше просто, наверное, надо убегать, да? Кольнёмся. И побежим. Мужчина, добрый день. Какой ты, блядь, красивый, кстати. Красивый мужчина, да? Смотрите. Да ты меня не убьёшь, у меня в поглощении урона, я неубиваемый. Я лучше вас, кстати, в этом плане. У меня реген хп плюс в защиту, ты чё? Убегаем. Отправиться на фронт, да. Классная штука. Реген хп плюс неуязвимость вот эта вообще, ну то есть это бессмертный. Мне нужно найти Джона Коннора и передать ему координаты. Мы ещё сможем остановить Скайнет, при условии, что его дивизион не постигла та же участь, что и мой. Незнакомец погиб в той, в этой засаде, пытаясь спасти меня. Он прибыл с будущего, чтобы спасти мою жизнь, а я даже не знаю его именем. Но благодаря его жертве я смог сбежать с настоящими координатами центрального ядра. Когда я вернулся в убежье, то понял, что за эту информацию многие отдали жизнь. Я отправился на поиски Джона Коннора с его северного дивизиона, чтобы принять честь в последней полномасштабной атаке. И его северного дивизиона. Последняя, ребят, полномасштабная атака. 27 уровень, ни хрена себе, мы уже докачались. Вот это мы крутые. Кто-нибудь меня слышит? Это сержант Джейкоп Риверс, личный номер. Кто-нибудь меня слышит? Я уже не хочу с ними сражаться, я хочу просто пробежать. 14 ракет, если что, у нас есть. Скайнет добрался и до них. Да? О, блядь. Так, а еще у нас стоит не хилка на эту, да? А защита. Есть кто-нибудь? Если меня кто-нибудь слышит, ответьте, пожалуйста. Чуть-чуть падает. Беги и не застревай. Здесь кто-нибудь еще остался? Нет? Куль молчите. Черт бы всех побрал. Отыскать солдат-спротивление в этом районе. Оп. Ловушка. Нас поймали как... Смотри, еще один. На нем форма сопротивления. И кого же ты грохнул, чтобы достать ее, гребанная железяка? Нет, нет, не надо. Стой, он человек. А как ты понял, что я человек? Несколько часов спустя. Извини, что так вышло. Лазучки вытеснили нас с ключевых позиций, приходится быть предельно осторожными. Знаем мы, что сам сержант Риверс выйдет на северную дивизион, но мы... Вы знаете меня? Все вас знают, Джон Коннор рассказал о вас, сказал, что вы придете и принесете с собой эти координаты. Откуда он знает, что я их достал? Это вы у него сами спросите, он ждет вас наверху. Ну, он, наверное, знает, потому что он тоже, наверное, к нему тоже солдат из будущего пришел и им, наверное, рассказал. Пацан, какой яркий у вас костер, просто очень яркий вот. Какое-то освещение здесь. Очень яркий. Ни хрена у вас здесь вооружение, ни хрена себе. Ну, укомплектовано, пацаны. Укомплектовано. Здрасте. Извините, извините. Это тот, о котором говорил Коннор. Что я могу сказать, ребят? Игрушка, кстати говоря, вот хорошая. На самом деле, оптимизирована хорошо. Графика, может, здесь не суперкрутая, но такая, нормальная. И что очень хорошо, эта игра очень хорошо оптимизирована. Обычные игры, когда выходят... Ну, вы сами знаете, в каком состоянии сейчас у нас игры выходят, да? А эта игрушка, кстати говоря, вот вообще даже не лагала у меня. Были моменты, там микрофрезы такие небольшие, но там было буквально несколько за всю игру. А так, то есть, игрушка прикольная. В плане оптимизации, то есть... Может, она немножко деревянная? Здравия желаю, да, спасибо. Ух ты, ебать. О, это наш будет? Вот, Джон Коннор. Командующий. Сержант Риверс, вас-то я и жду. Я позволил себе забрать координаты центральной ведра, которые были при вас. Надеюсь, вы не против? Абсолютно не против. Мы готовимся атаковать ядро? Я уже отправил отряд с таким приказом. А здесь мы готовимся атаковать генератор термопус... В общем, телепорт. Очень скоро Скайнет поймёт, что проигрывает войну, и тогда он попытается отправить в прошлое как можно больше лазучков, чтобы предотвратить такой исход. И каковы наши шансы? Благодаря кодам, которые прислал Мак, вы впервые за всё это время смогли захватить танк-охотник. Мы впервые смогли захватить танк-охотник. Он даст определённое преимущество при атаке оборонной сети Скайнет. На этот раз, жопа да. Понимаю, происходящее может легко запутать, так что если у тебя есть вопросы, самое время их задавать. Блин, так быстро субтитры летят, что я даже не хочу тебе вопросы задавать. Откуда вы узнали, что в обсерватории нет центрального ядра? Кто такой незнакомец? Почему я был приговорён к уничтожению? Давайте спросим тот, какой незнакомец. Тот, какой незнакомец. В одной из альтернативных будущих мы добрались до генератора терм... В общем, и послали в прошлое солдата. Как всегда, его главная задача была обеспечить безопасность людям, которых Скайнет собирался уничтожить. Одним из этих людей был ты. Важность данной миссии трудно переоценить, а потому у меня не возникло недостатка. Мне пришлось выбрать среди них самого достойного защитника и мой выбор попал на тебя. И ты есть тот, кого мы зовём незнакомец. Подождите, то есть незнакомец это я, но из будущего? То есть я сам себя пришёл предупредить? И мой выбор пал на тебя. Ты есть тот, кого мы зовём незнакомец. Откуда ты узнал, что в обсерватории нет центрального ядра? На осознании изменчивой природы путешествия во время привело меня к готовности принимать самые неожиданные последствия. Стоило нашему общему другу упомянуть, что Скайнет отправит в наше время терминаторы, я сразу же понял, что будущее, которое мне описывали, изменится. В каком смысле? Когда лазучик соединился со Скайнет, он предупредил об атаке на обсерваторию. И они были вынуждены перенести центральное ядро, иначе проиграли бы войну снова. Увы, за полученные разведданные пришлось заплатить высокую цену, и будь какой-либо другой способ их достать, я бы им непременно воспользовался. В общем, ладно, давай, поехали. Поехали. Хорошо. Уверен, наступит время, и ты узнаешь всё остальное. Сейчас ты должен подготовиться. Этой ночью, солдат, мы остановим Скайнет. Сегодня, солдат, мы остановим Скайнет. Скайнет, давай. Давай, я остановлюсь. Какой-то Коннор какой-то он не такой, какой-то, да? Коннор не похож на Коннора. Фронт. Джон Коннор предвидел всё, что произошло. Он знал, что Скайнет попытается запутать нас, и верил, что я принесу координаты. Фамилия Коннора... Коннор... Фамилия Коннор всегда ассоциировалась с надеждой, и теперь я знаю почему. Я верю, что он поведёт нас в последнюю битву. Да, Господи, максимальный уровень, всё, ребят. У меня уже максимальный уровень. Я уже не знаю, куда больше качаться. Ох, ебать. Так, собираем всё. Последний бой, последний путь. Так, а где тут починиться? Так, я думаю, что нам надо? У меня сколько? 38 аптечек, до хрена. 800. Давайте соберёмся, собрать. Давайте пяток соберём ещё. Лишними они не будут, потому что хрен значит, что там будет. И патронов, ребят, собрать. Да, 600. Давайте 500, я думаю. Остальное нам, в принципе, нахрен не надо, да? Что у нас там по инвентарю? Давайте навыки. У нас два навыка осталось, да? Да у нас всё прокачано, кстати. Да, мы всё вкачали. Да, у нас там только два навыка не хватило на сборку. А так мы фулл вкачаны, ребят, фулл вкачаны. Мы молодцы, мы молодцы, мы можем, да, мы могём. Поехали. Коннор, давай быстрее, серия должна закончиться уже. Сержант Риверс, время. Возьмите отряд моих людей и проберитесь к баранной сети Скайнет. Мы должны снести турель, чтобы добраться до ГТП. И не волнуйтесь, без поддержки вы не останетесь. Теперь всё в наших руках. Риверс. За мной. Хорошо. Командующий. Всё, крутая американская концовка сейчас будет, ребят. Вышел такой на открытое поле, смотрит. Всё, должно закончиться сегодня. Присоединится к солдатству сопротивления. Пойдёмте. Так, начнём бракетам. Нормально. Ни кто меня видит? Хорош. Я с игрушкой нового буду играться. А нам долго надо будет, да, всё оборонять? Ладно, давайте оборонять. Ебать, там ещё идут. Дроны. 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 Дроны с объёма, это несложно. Проблема будет сейчас, если дядька выйдет. Командующий первый сектор захвачен. Отлично, Юлис. Продолжайте наступление, мы готовим отправку в танк. Финальная битва, я лутаю. Ну как здесь не поутать, ребят? Это хреново, что Т там этот идёт. Так, вы главное одного оставить. Оголовки им, по-моему, надо стрелять. Ох, хорошие бомбы. Знал бы, больше бы делал. Ребят, знал бы, делал бы больше. Офигенные эти. Блядь, что там стрелять, блядь? Чё, обманулись? Ай, Джон Коннор узнает, чем вы тут занимаетесь. Да я бессмертный мужик. У меня вообще хп не отнимается. Вот такие пироги. Так. А ракета-то где? Где ракета? Не понимаю. Ракета не дают, жадные. Ты что? А ты враг, что ли, блядь? Я ж не пойму, человек вроде бы. Не, разнесли. Так, сектор клир. Придется двигаться дальше, говорит, чтобы там чё-то чё-то. Ух, ебать, чё, подбежишь там чё-то. Да, жопа. Придется 47, да их там два, говорит. Чего? Турели. Чё турели там чё-то, говорит? Турели чё-то. На-нах. На-нах. Это что это за бомба-то? Подождите, так и чё-то, чем я кидаю. Наступательный предмет. Взрывоопасный метательный снаряд с большим радиом СМ-10. Граната из бака. Ребята, если будете играть, используйте обязательно. Охрененная штука. Просто, просто уничтожает всё. Просто уничтожает всё. Я ж не знал, что она такая классная. Давайте, мужики, покучнее. Так, говоришь, оборонная сеть активна, нам через неё не пробиться без вариантов. Танк-охотник в пути, держите позиции. Так, подождите, танк-охотник. Нам, знаете, чё надо? А, у нас это стоит, да? Ну, давайте. Ладно. Так, держите позиции, держу. Лету. Сейчас, объём. И падать духом. Чё там стреляет? Блядь. Плутать-то можно? Нельзя. Радно. Оборонительный сейнер. Так, реверс, обстановку. Мы пробились через оборонную сеть. Хорошо. Продолжать наступление. Помните, ещё это не конец. Но я понял, что это не конец. Я понял, что это не конец. Я бы немножко поутать бы этих. Ну, не зря, ребята, я это всё копил. Вот эти вот все бомбы, ракеты. Вот это всё как бы берёг. Как видите, да? Бомбы вообще убойные. Это наш? Это наш. Смотрите, кто настреляет. Это наш танк. Это наш танк. Хорошо. Хоть бы одну ракетку дали бы ещё. Не дают собаке жадную. А наш этот будет помогать, нет? Так, три гранат у меня осталось. Хорошо. Кто-то что-то здесь. Это он сбивает, наш? Ебать! Да смотри! Ты меня тут не сдавишь, слушай, друг. Ебать-то как? Ты меня не дави, хорошо. Мне страшно. Поехали. За мной. Прям за мной идите, смотри. Ох, махина! Поехали в атаку на скайнет. А, вот ядро. Реверс прошло сообщение от 124-ки, по коридорам, которые вы достали, они обнаружили центральное ядро. Очень скоро они поначатутся так, вы продолжаете наступление. Хорошо. А вот не ядро разве? Вон там он, вон. Так, у нас это, да, нам помогает? Да, смотри, это дядька. Ебать! Здоровый, смотри! О-о-о! Вот это да! Вот это мощь! С одной штукой, заметь, да? То есть с одним этим роботом мы уже такую представляем угрозу для скайнета. Представляете, что у нас здесь есть ли 100 таких будет машин? Это жопа. Да мы ему уже, кстати говоря, трендулей-то даем этому скайнету. Хорош. Он оттуда что-то сейчас выйдет? Ебать, он все сбивает. Здесь я, как понимаю, под конец можно было очень много опыта нафармить. Реверс, мы засекли, что скайнет пытается запустить генератор терминального переноса, они знают, что проигрывают войну. Ты должен поторопиться. Все говорят, за мной. Сейчас он через лутание, ребят. Все через лутание. Все через лутание. Пошли, бро. Поехали. Ох, какой здоровый красавец. Посмотри. Над гусли почему-то не крутятся. Крутятся только колесики эти. Ладно, поехали. Вот она, лаборатория, в которой они построили эту термопольную пушку. Рассредоточиться. Я пошел сосредоточиться. Давай, стреляй, друг. Друг, на тебя вся надежда, друг. Друг? Ты же друг? Давай, пошел. Красава. Давай этим Т-47 дай триндюлей. Покажи, где их мамки ночуют по ночам. Одного накрыли. А, нет, не накрыли. Накрывай, давай. Во, накрыл. Че, по здоровью 98%? Алло, ты че, как плохо работаешь, друг? Ты, типа, этого мне, что ли, оставил? Повторяю, активирован ГПП. Я че-то там активирован. Блядь, промазал. Отмогать-то будешь? Ладно, сейчас как-нибудь справимся. До этого уже мы как-то справлялись. Он там мел что-то отстреливает. Огонь на подавление. Блядь. Нажмут. Ты раком нагибаться будешь? Он, конечно, переключился. Мы почти справились, говорит. Ну да. Мужки заметили, как бегают? К ЮЕ, к ЮЕ шут. Я заметил. Они к ЮЕ шут все время. О, видите, все время как-то бегают. Третий терминатор, говорит, отправлен. Это что? Танк-охотник. Замочен. Унижен. Танк-охотник унижен. При поддержке... Пробраться, считай, так, не судьба. Да, все, мы сделали. Господи, закончится эта игра. Нет, эти финальные миссии. Это ужас. Охренеть их здесь. Все. Отключили скайнет. Все, Wi-Fi не будет, ребят. Интернет отключили. А в чем минус роботов? Они ведь управляются, считай, ну, по сети, да. Это ж не люди, которые сами независимо работают. У них сеть отключил, и все. Они все заглохли. Вообще все падает. Они не будут, как tribute. Командующий, что происходит? 124-ка разбил центральное ядро и отключил Скайнет. Уходит, война окончена? Не для всех нас. Перед тем, как мы уничтожили ядро, Скайнет успел отправить в прошлые троих терминаторов. Единственное, что мы можем сделать сейчас, так это отправить по их следу троих защитников. Защитников? То есть это ты будешь. Людей способны защитить тех, кого приговорили к ликвидации. В качестве первых защитников выбран сержант Кайл Рис. Ему предстоит справиться с Т-800, который уже выслеживает мою маму. Убив ее, Скайнет надеется стереть меня из текущей реальности. Второй должен будет найти способ уничтожить Т-1000. Т-1000? Терминаторы из жидкого полисплава, способные принимать любые формы. У Скайнет есть только один его прототип. Человеку с ним не справиться. Вот почему мы посылаем в погоню за ним собственного терминатора? Ага. Процессора, который перепрограммировал мак. Помнишь? Да. Вы хотите отправить терминатор, чтобы защитить себя в детстве? И вам не будет страшно? Ну, еще как будет. Остается третий терминатор и лазутчик, который вы послали по вашу душу. Для вас война, может, окончилась здесь и сейчас. Вопрос в том, готовы ли вы пожертвовать своим будущим, чтобы защитить ваше прошлое? Одним лишь своим преимуществом вы докажете, что это вам по силам. Но, повторюсь, решение за вами. Я могу исправить свои прошлые ошибки. Я всегда верил в то, что наше будущее не предпределено. Нет судьбы в ваших силах изменить будущее и защитить тех, кто вам дорог. Но чем придется платить? Давайте, я вернусь в прошлое. Да, я согласен, я вернусь в прошлое. Даже не сомневался. Будем надеяться, что в этот раз меня не убьют. В таком случае, знаете, это бесконечно, то есть будет происходить. Типа, мы опять там придем, нас опять там убьют, они опять не смогут, и это бесконечность, это петля. Это вообще, знаете, вот это все перемещение во времени. Это такая, ну, ерунда, на самом деле. Джон Коннор подготовил средства временного воздвига, чтобы отправить защитников в прошлое. Он знал, что главная битва будет проходить не здесь, а в прошлом. Солдат сопротивления по имени Кайлз Рисперм отправился в прошлое, в 1984 год. Его целью была защита Сары Коннор матери Джона. Второй был не человеком, а Терминатором. Используя чип, перепрограммированный доктором Маком, мы взяли под контроль одного лазучка, его звали Кибернет Систем Модель 101. Его отправили в 1995 год, чтобы перехватить единственный прототип модель Т-1000 и защитить молодого Джона Коннора. Это Шварценеггер, кстати. Да. Я не мог позволить никому рисковать своей жизнью, чтобы защитить меня. Именно поэтому я решил отправиться сам. Так у меня появился шанс исправить прошлые ошибки. Война с машинами, которая продлилась 30 лет, наконец закончена, но не все этого дождались. Мы так и не нашли тело Бэйрон в убежище. Она никогда не прекращала сражаться. Если она жива, то вряд ли когда-нибудь перестанет. Она была лидером, который был нужен нам на войне. И уверен, что в мирное время она найдет себе место. Я соврал Эрин про ее мужа, чтобы она ушла из убежища. Я спас ей жизнь, но какой ценой? Имел ли я право вмешиваться и давать ей ложную надежду? Из-за меня Райана вышвырнули из убежища. Надеюсь, однажды я смогу объяснить ему, зачем я это сделал. Дженнифер и Патрик покинули убежище до нападения. Я рад, что убедил ее уйти оттуда. Надеюсь, однажды наши пути пересекутся. Бэйрон попросил меня убить Мака, но я не смог это сделать. Вскоре после моего предупреждения он сбежал, но его схватили бойцы Скайнет. Мы нашли его живым в одной из тюрем в Скайнет. Так они же никого в тюрьму-то не берут, они вроде всех убивают. Робота. Что касается меня, пришло время начать все сначала. Ну да, это бесконечно, это петля. По сути. То есть все заново, опять, опять, опять. То, чего на самом деле быть не может, ребят. То есть если ты вернулся в прошлое, то будущего, из которого ты пришел, уже не может быть. Слушай меня, если хочешь жить. То есть будущее уже не может такого быть, потому что ты изменил прошлое. То есть если ты что-то в своем прошлом меняешь, то будущее у тебя уже не будет таким, каким сейчас оно является. То есть здесь есть такой некий, ребят, закон. Вот. Прошли мы с тобой терминатор резистанса. Вот. Мы обязательно с тобой поиграем в компанию Рубеж Зачистки и новый режим Лазутчика. Это вот как раз-таки за Лазутчик, то есть за терминатора будем играть. Вот. Но это уже в следующих сериях. Немножко надо мне отдохнуть от терминатора. Вот. Но обязательно поиграем в новую компанию Рубеж Зачистки и новый режим Лазутчика. Мы сыграем. Вот. А пока на этом все, ребят. То есть с тобой уже в следующих играх. Игрушка, в принципе, неплохая. Мне понравилась. Вот. Всем до встречи. Всем пока.